Тушите свет, сливайте воду в батареях. Как Нафтогаз довел страну до режима экономии топлива? И не заморозит ли украинцев весной? Кровь возле Рады. Кто и кому передавал привет с помощью коктейлей Молотова у парламента? Мантии специального назначения. Какой антикоррупционный суд могут создать украинские политики, если Запад их все же дожмет? Трассы в концессию. Депутаты дали добро платным дорогам в Украине. Когда и кто их построит? И сколько украинцам придется выложить за проезд с ветерком? Мелеющие молочные реки. Что заставляет селян массово забивать крупный рогатый скот? И как это повлияет на цены? Добрый вечер. Это подробности недели. Очень снежной и неожиданно проблемной недели. Наверное, никто не ожидал, что начало весны будет вот таким. За несколько дней Украину замело снегом. Последствия масштабные. По всей стране заблокированы дороги, перекрыты трассы, отмены и опоздания авиарейсов, отключение электричества. Сегодня, к счастью, у погоды передышка, но уже к выходным на Украину обрушится новый циклон и новые снегопады. Ну а потеплеет только ближе к 8 марта. И вот так не повезло не только нам, украинцам. Вся Европа мерзнет. В такой холодной снежной зимы привычные к теплу европейцы явно не ожидали. Настоящие зимние вихри в Англии, засниженные улицы в Риме. Пострадали все, от Франции до Словакии. Десятки людей замерзли насмерть. Светлана Чернецкая расскажет, какой была погода на этой неделе на всем континенте. Это была очень тяжелая ночь почти для всей Европы. Но, похоже, больше всего досталось Великобритании. Здесь даже армию пришлось привлечь для спасения водителей, застрявших в снегах. Из-за ужасных погодных условий произошли десятки аварий. На автомагистралях образовались огромные пробки, и люди провели в них целую ночь. Жители окрестных сел и городков приносили им теплые напитки, еду и покрывало. Не повезло и пассажирам поездов. Сразу несколько локомотивов сломались, и люди оказались фактически в западне, без электричества, отопления, еды и воды. Мы застряли на 14-15 часов. Было ужасно холодно. Уснуть было нереально из-за мороза. В следующий раз увидев, что такая погода, я просто останусь в Лондоне, сниму отель. Не буду рисковать провести еще одну такую ночь, неведомо где. Без света остались и тысячи домов в Англии и Уэльсе. Вчера тут сошлись сразу два вихря. Сибирский антициклон под названием «Зверь с Востока» и «Шторм Эмма» из Португалии. Они принесли сильный ветер, снег и дождь. Многие дороги обледенели. В аэропортах отменяют рейсы, чтобы получить время для очистки полос. Со вторника, когда «Зверь с Востока» добрался до Европы, отменили более 4 тысяч рейсов по всему Евросоюзу. Аэропорты Женевы и Дублина закрыты до сих пор. Но самое страшное – это человеческие жертвы. В Европе из-за погодных катаклизмов погибло 55 человек. Больше всего жертв в Польше – 21. Большинство из них бездомные. Есть жертвы и в Великобритании, Словакии, Чехии, Испании, Франции, Италии и других странах. Во многих районах Европы не работают школы и детсады, не ходят поезда и автобусы. Столь холодной погоды здесь не было уже несколько лет. Снег выпал даже в Средиземноморье, на Каприи и Корсике. А в то же время в Арктике необычайно тепло. На Северном полюсе температура поднялась выше нуля, тогда как обычно там минус 30 градусов по Цельсию. Что дает еще больше поводов для беспокойства по поводу глобального потепления. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности недели. Британское бюро телеканала Интер. Ну вот заметьте, если для Западной Европы такие зимы это все-таки непривычно, то для нас с вами, ну, не может быть новостью снегопад, пусть даже и большой. Не может быть новостью похолодания, пусть даже непредвиденное. Да, в Украине случаются непривычно теплые зимы, но вообще именно такими, как сегодня, снежными, холодными, зимы у нас и должны быть. И чиновники вместе с коммунальным хозяйством должны к этому привыкать. Но почему их это всегда удивляет? Ина Томина продолжит. Засыпанные снегом дороги и трассы, километровые пробки, тысячи аварий. Этой весной зима показала, что умеет уходить сурово. На этой неделе Украину накрыли сильные морозы. Городам пришлось буквально откапывать себя из сугробов. В столице власти даже обратились к полиции военным. Просили помощи в уборке снега. По городу открыли пункты обогрева и закрыли проезд фуром. Если дороги еще хоть как-то чистили, то пешеходам пришлось смесить снежную кашу. Дорожки, видите, не почищены. Я считаю, что это право коммунальников, потому что это их обязанность. Об обязанностях коммунальщиков в эти дни говорили все, потому что наша ЖКХ-сфера в очередной раз не выдержала испытаний зимой. Из-за непогоды в Мариуполе и еще восьми городах началась засуха. Там обесточила насосную станцию и водоснабжение прекратилось. Без воды сегодня сидят и жители пяти домов в одном из спальных районов Киева. Там из-за прорыва трубы начался потоп. По улице реке печально плывут полиэтиленовые пакеты. Но самый ощутимый коммунальный удар принял на себя Харьков. Из-за аварии тысячи семей. В лютые морозы были вынуждены несколько суток выживать без отопления. Выживали за счет обогревателя. Был ТЭН у нас, который обогревал практически все наши 40 квадратов. Мерзнете? Ой, не то слово. У нас двое детей. Мы уже там кошмар. Несколько одеял. Все, что есть, на себя одеваем. Очень холодно в квартире. Сколько? Мы, конечно, понимаем, что там у них что-то. Очень холодно. Такой масштабной аварии в городе не было давно. Эту ситуацию даже с Алчевском 2006 сравнивали. В мэрии заявили, магистрали не выдерживают перепадов температур. На замену труб нужно не менее 10 миллиардов гривен, которых попросту нет. В Киеве удивились. В Харькове мало 4,8 миллиарда бюджета развития только в Северо-Морозе. Я бы хотел, чтобы органы местного соревнования чем-то вызначали приоритеты. Безпосредственно для того, чтобы эффективно выкористовывать ресурсы. Морозов не выдержали и старые коммуникации в Запорожье. Половина, 50% трубы снизу, вон видно даже. В местном водоканале тоже привычно винять погоду. Перепады температуры. Тепло, холодно, тепло, холодно. Из-за перепадов температуры идет подвижка грунта и треснул водовод. Но все же причина подобных коммунальных бед совсем другая. В Украине зима всегда приходит неожиданно, как и зимние морозы. А все потому, что дело труба. Почти все коммуникации в нашей стране изношены. Все тепловое хозяйство изношено приблизительно на 70-80%. И когда где прорвает, ну, никто не знает, но это может остаться с очень высокой уверенностью в каждом месте. На жаль, эта ситуация замовчается. Мы живем как на пороховой бочке каждого года. И просто молимого Господа Бога, чтобы не было каких-то резких перепадов температур. Сколько нужно денег на замену старых труб, точно не знает никто. Ведь и серьезные коммунальные ревизии никто не проводил. Но в Минрегионе подсчитали. На модернизацию рынка жилья, а также систем тепла и водоснабжения, нужно приблизительно 46 миллиардов евро. А в гривнах сумма вообще получается космическая. Но критики уверены. Деньги есть, они просто неправильно используются. Який сенс зараз говорить про гроши, если, берусь утверждать, что при нынешней системе управления инфраструктурой, энергетической и коммунальной, полностью, полностью, там, отсутствующей логики державного контроля и контроля с боку споживачев за финансами, за техническим станом, туда гроши не можно далеко давать. Бо они, все и все равно надо понимать, они там будут зникать. А то, что в стране растет количество субсидиантов, тоже не внушает надежды на обновление коммуникаций. О замене труб нет речи. Получается замкнутый коммунальный круг. Тарифы растут, но качество услуг не улучшается. Ведь все деньги вместе с теплом поглощают дыры. 60-70% тепла, которое выходит из котелин, оно идет на обогрев труб или воздух. То есть оно не доходит до людей. Но зато людям исправно доходят платежки с новыми тарифами за услуги, которых они не получают. А обещания чиновников о коммунальных реформах пока не греют. Люди вымагают, мы хотим отримать послугу, да? А им же сложно разповісти, что там же в край зношені трубы, что їх треба меняти, что це величезні гроші, что треба взагалі заучати дуже серйозних інвесторів. А якщо зайде інвесторів, то він не дасть красти на цей тепломережі. Но перед этим нужно провести независимый аудит нашей системы ЖКХ, чтобы понимать реальный масштаб катастрофы. Хотя українським чиновникам это просто невыгодно. Гораздо прибыльнее списывать государственные деньги на бесконечный ремонт старья. Ведь для кого-то дырявые трубы беда, а для кого-то кормушка. Инна Томина, Сергей Бордюжа, Светлана Шакира и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер. Но все это выглядит просто детским лепетом по сравнению с историей, в которую неожиданно для себя, да и для всех остальных украинцев попал нафтогаз. Причем, как хорошо все начиналось. Победили «Газпром» в Стокгольме, получили по суду несколько миллиардов долларов и уже готовились триумфально праздновать. Но вдруг случился облом. Оказалось, что у «Нафтогаза» нет никакого запасного плана действий на тот случай, если по основному, по бедному плану идти не получится. Впрочем, давайте обо всем по порядочку. В среду все информагентства распространили сообщения, которые ждали очень давно. «Нафтогаз» выиграл стокгольмский арбитраж. И мало того, что получает компенсацию, так еще и возможность покупать газ в России по выгодной цене. А вот уже в четверг тональность новостей меняется. «Газпром» отказался поставлять газ, на который рассчитывали в Украине. Сегодня выяснилось, что рассчитывали на российский газ в «Нафтогазе» так серьезно, что без чрезвычайных мер в энергетике ближайшую неделю нам не пройти. Минобразование уже рекомендовало всем учебным заведениям в Украине закрыться до 12 марта. Экономия. Похожие меры ждут и промышленность. Ну а «Нафтогаз» в своем духе призвал украинцев буквально прикрутить вентиль. То есть снизить температуру в домах и офисах на 1 градус. Мол, надо продержаться всего несколько дней, пока холода не отступят. И решил срочно, в режиме «сегодня на сегодня» договариваться о дополнительных закупках газа в Польше. Что это означает на самом деле? Интерпретировать можно только так. В «Нафтогазе» были уверены, что, во-первых, весна в Украине начнется строго по графику, 1 марта. Ну а во-вторых, что «Газпром» спасет украинских менеджеров от незапланированных холодов. Ну что ж, тут остается только пожать плечами на это. Разруливать ситуацию вынуждены на самом высоком уровне. Премьер-министр Владимир Гройсман обещает нормализацию уже ко вторнику. И, к слову, подчеркивает, что «Нафтогаз» должен был предвидеть такое развитие событий. Сегодня я был разговор с вице-президентом Европейской комиссии с вопросом энергетики. Мы координаровали действия наших европейцев с нашими европейскими партнерами. Первое за все, я хочу сказать, что ситуация абсолютно контролирована. И никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно было ввести ранее запланованный план, который предпочитает соответствующую экономию споживания, чтобы сбалансировать систему. Эта проблема возникла именно из-за того, что «Газпром» не выполняет решение Стахульского арбитража, которое он должен выполнять с 1 марта и поставить соответствующие обсяги газа в Украину. Это с одного боку. С другой стороны, я думаю, что «Нафтогаз Украины» должен был предвидеть, с кем они имеют дело. И сделать определенную перестраховку для того, чтобы ситуация не была такой, как она есть сегодня. И поэтому сегодня все технические специалисты работают. План, который был сформированный на такие случаи, вступил в действие. Он вступил на 5 дней. Ну а «Газпром» вообще пообещал разорвать контракт с Украиной. Сразу под вопросом и транзит газа через нашу страну. По крайней мере, в «Укртрансгазе» заявили, что давление на входе в газотранспортную систему Украины критически низкое. Это еще больше осложняет ситуацию в стране и ставит под угрозу надежность поставок в Европу. Срочное совещание в ситуативном центре провел сегодня президент Украины. Состоялось и заседание энергетического штаба. Петр Порошенко поблагодарил членов правительства за оперативную реакцию и заявил, что кризисный период Украина пройдет достойно. Контрактами не предбачено право их расторгнение в одностороннему порядку. И подобные заявки «Газпрома» могут объясниться только не желанием выполнять свои контрактные обязанности. И я уверен в том, что если это случится, то НАК «Нафтогаз» безусловно вернется в арбитраж за дополнительную компенсацию ущерба, которая сейчас выполняется безответственными действиями РАО «Газпром». На выполнение решения стокгольмского арбитража по компенсации избытков НАК «Нафтогаз» Украины в размере 4,6 миллиарда долларов. Все эти до последней копейки Украине будет заплачено. Это подробности недели. Вот о каких темах мы поговорим с вами дальше в нашей программе. Кровь возле Рады. Кто и кому передавал привет с помощью коктейлей Молотова у парламента? Мантии специального назначения. Какой антикоррупционный суд могут создать украинские политики, если Запад их все же дожмет? Трассы в концессию. Депутаты дали добро платным дорогам в Украине. Когда и кто их построит? И сколько украинцам придется выложить за проезд с ветерком? Мелеющие молочные реки. Что заставляет селян массово забивать крупный рогатый скот? И как это повлияет на цены? Еще один кризис, вдобавок к энергетическому и погодному, ожидают украинские правоохранители. Уже через две недели их работа может быть полностью парализована. Если до 15 марта не внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, то следователи просто застрянут в очередях к судьям. Об этом предупредил Сергей Князев, глава нацполиции. Недавно принятые поправки КУПК оказались настолько непродуманными, что, например, все следственные подразделения Киева и Киевской области должны будут обращаться к судьям по своему юридическому адресу в один шевченковский райсуд столицы. То же самое вынуждены будут делать полицейские в других областях. Только представьте себе эту очередь в суде из полицейских, которым должны, кстати, присоединиться еще по закону следователи СБУ и фискальной службы. Понятно, что в таком случае забуксуют даже расследования провокаций возле Верховной Рады. Например, на этой неделе с них фактически стартовала работа парламента. Официальные лица пообещали, что виновных точно накажут. Но как? Даже если политической воли хватит, внимания нескольких судей на тысячи расследований точно нет. Это видео снято из окна здания парламента. Петардами и взрывпакетами завершилась мирная акция протеста. Вначале все действительно проходило спокойно. К ради пришли военные пенсионеры, вкладчики банков и сторонники создания антикоррупционного суда. Но вдруг к ним подошла группа радикалов с шинами. Их они и пытались поджечь рядом с кордоном Нацгвардии. В ответ на попытки правоохранителей усмирить провокаторов, в их сторону полетели булыжники. В результате 14 нацгвардейцев пострадали. У большинства переломы ключиц, черепно-мозговые травмы и гематомы. Сейчас они в больнице. А те, кто на них нападал, оказались в одном из столичных райотделов. Всего задержанных 9. Против них открыто 2 криминальных производства. По статьям хулиганства и нападения на правоохранителей. При этом, кто их вывел к стенам Рады, в полиции не говорят. Для национальной полиции неважливо, чи ци люди приїхали звідки, з Західной Украины, з Східной Украины, з Донецка, з Тернополя. Ці люди вчора порушували грубо громадський порядок. И наражаючи тем самым на небезпеку, не лише присутніх під будинком парламенту. Пока никто из политических сил не взял на себя ответственность за беспорядки. Открестился от них и Михаил Саакашвили. Следствие продолжается. Давайте именно с этой темы начнем разговор с нашими гостями. Артур Герасимов, глава крупнейшей фракции блока Петра Порошенко, и Александр Мартыненко, один из самых опытных украинских информационщиков, генеральный директор агентства «Интерфакс Украина». Сегодня пришли в студию подробностей недели. Спасибо вам за это. Артур, давайте с вас начнем. Вот то, что мы только что видели. По вашей оценке, что это вообще было? Почему именно с этого началась политическая неделя? И будут ли наказаны виновные в этот раз? Добрий вечер, по-перше. Добрий вечер, товарищ Глячий. Я бы хотел сказать, что, когда мы говорим, что Кремль хочет расхитать ситуацию не только на фронте, а и в середине страны, то вот как раз сегодня вы видели одну из этих ситуаций, которая была под парламентом. И давайте просто сгадаем, какие именно законопроекты тогда рассматривались, или принимались. И хочу напомнить, что именно в тот день принимались законопроекты, которые стоялись социального защиту наших військовослужбовцев, которые стоялись социального защиту населення, которые стоялись защиту ветеранов АТО. И когда мы увидели эту атаку, вы знаете, что и наша фракция, и другие фракции и коалиции, они вышли и засудили этот напад, потому что это дестабилизация, и четко, которая идет за кремлевским сценарием. И, между прочим, я сразу вспомнил те кадры, которые в парламенте демонстрировал генеральный прокурор страны Юрий Луценко, за чьи деньги это все происходит. И, между прочим, вы знаете, что наша фракция также выступила с заявою, где мы считаем, что это частина одного ланцужка. Артура, а вам не кажется, что уже заяв, наверное, мало? Все-таки это не первое столкновение, к сожалению, и кровавое тоже под Верховной Радой. Окей, рука Кремля. Когда мы говорим про парламентарев, мы принимаем... Артура, дослушайте меня, пожалуйста. Возможно, просто стоит требовать расследования, проводить до конца и давать по рукам исполнителям подобных акций, так сильно, чтобы следующие не приходили. Когда мы говорим про парламентарев, то наше завдание принимать законы и вымогать их выполнение. И я вам обещаю, что наша фракция особо проконтролирует, чтобы эти события не остались без наказа. Давайте снова с вами поговорим о заявлении Князьева, о котором я только что говорил в эфире, о том, что через две недели работа правоохранителей будет фактически парализована. Успеете ли вы принять какие-то меры, за эти две недели и разрешить эту ситуацию? Будете ли вы это контролировать в Раде? По-перше, как вы знаете, эта заявка прозвучала на заседании профильного комитета. То есть работа уже ведется. То есть не нужно, как говорят, нагонять снова с Радой, там, где ее нет. И я уже одно разу хотел подкрасить, что блок Петра Порошенко и коалиция, они за эффективно працюющие парламенты. Это жесткая и четкая позиция и президента Украины, и наш рефракт. Артур, я говорю о том, что наша Рада не очень-то славится положительными и результативными голосованиями. Не говорите неправду. Не говорите неправду. Вот об этом я имею в виду. Александр, как вам не кажется уже смешным? Вот смотрите, у нас повторяются одни и те же истории, только законопроекты. Меняются ли законы? Сначала у нас Рада принимает неготовые законы, да, вот как случилось с поправками КУПК. Через полгода спохватываются и начинают это решать. Вам это анекдот не напоминает уже? Нет, ну это не анекдот, это на самом деле не очень смешно, потому что качество законов, принимаемых, конечно, не очень высокое, хотя нет, я говорю, и во всех. Закон, закон и рознь, понятное дело. Но и вообще исправлять ошибки, на самом деле, конечно, лучше, чем их не исправлять, это тоже правда. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы законы, знаете, у нас сначала иногда голосуются, а потом пишутся. И это не совсем правильно. И хотелось бы, чтобы, конечно, качество их было повыше и получше, потому что потом он принимает, и потом появляются действительно их последствия, о которых мы сейчас говорим. Я сам говорил недавно с антикоррупционным прокурором, и он тоже самое говорил спокойно, потому что до 15 марта, конечно, надо бы, он ждет от принятия парламента решений. Будем надеяться, что они будут. Ну, а вы оценивая со стороны результативность работы нашего парламента, верите, что до 15-го успеют? Ну, знаете, как сказал один человек, траектория непредсказуема. Поэтому вполне может быть, а почему нет? Дело в том, что тут важно действительно политическая воля, во-первых. Во-вторых, чтобы в нужный момент какая-нибудь маленькая, но гордая фракция не начала выставлять встречные требования. Свои условия. Конечно, вот это важно. И, ну, и организоваться, потому что, ну, тут, поскольку это касается всех правоохранителей, независимо от того, и милиции, и полиции, и СБУ, и прокуратуры, я думаю, что аргументы найдутся. Не прощаюсь с вами, мы продолжим еще беседу. Сейчас поговорим о Нацбанке, который опять остался без внимания депутатов. Вроде бы анонсировали, наконец-то, что заслушают отчет, утвердят отставку Валерии Гонтаревой, но до этого опять не дошло. Гонтарева так и осталась формальным председателем НБУ, хотя попросила отпустить ее еще в мае прошлого года. Но зато в парламенте приступили к вопросам по созданию антикоррупционного суда. Кто готов участвовать в этом процессе и на каких условиях, выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Эта парламентская неделя обещала кадровое назначение Но в коалиционном лагере снова не договорились. Если на уволение Гонтаревой после публичной порки в Раде и нашлись бы голоса, то назначение Смолья было бы куда проблематичнее. Ряд фракций его не поддерживают еще на старте. Не буду расследоваться за спустым, что несколько депутатов и депутатских групп в коалиции считают, что нам нужно рассмотреть все организационные кадры и вопросы, которые накопичились, и для этого выделить отдельно один день. Именно с кадровыми назначениями многие в куларах связывают громкие заявления относительно перевыборов парламента Блок Петра Порошенко и Народный фронт то и дело испытывали друг друга на готовность побороться за электорат. Вы знаете, Блок Петра Порошенко завжди готовит до будь-яких выборов до частных, строковых, нестроковых, потому что единым джерелом влады в Украине есть народ. А вот тот, кто больше кричит в трибуне про то, что он против, оттой не может и боится. У нас есть четкая публичная позиция, что в нашей стране должны пройти строковые президентские и строковые выборы до Верховной Ради Украины. И пока в правящем большинстве улыбались, посылали друг другу вот такие двусмысленные меседжи, остальные фракции наблюдали. Инши члены коалиции, которые не видят своих побед даже на достроковых парламентских выборах, мне кажется, поставили им ультиматум, что никаких достроковых парламентских выборов они не потерпят. И именно поэтому сейчас где-то такая, знаете, грудная возня, закулесная, знаете, такая теньевая, колуарная, где они думают, как щурі, когда их титаник коррупционный уже идёт на дно, они думают, как защищать хотя бы какие-то шмотки влади за рахунок этих таких, скажем, дивных достроковых парламентских выборов. Есть два варианта, которые приблизительно одинаковые. Первое, что это спильная мишеча вовтозня для того, чтобы прикрыть за этими разговорами очень серьезные проблемы, которые есть сегодня, в частности, создание антикоррупционного судна, чтобы заговорить это. А второе, что это мишеча вовтозня между ними, где они перехопливают владу один в один. Я думаю, это шантаж фракции Народного фронта, они были бы более поступливыми в кадровых вопросах. Я думаю, что это попытка создать ситуацию, когда давайте держимся, потому что вы больше не попадете в парламент, у вас нет шансов, поэтому вы выполните то, что мы вам говорим, ну, маю на увазі с боку президентской большинности. И думаю, что наша позиция абсолютно четкая была с самого начала. Сегодняшняя влада, которая не пользуется доверой людей, должна быть переобрана. Перш за все это парламент. Но перед этим должен принять закон о открытии списка, чтобы люди знали, за кого они голосуют. Но к новому избирательному законодательству перейти пока невозможно. Проект заблокирован поправками. И даже в комитете не знают, когда тысячи изменений приведут к общему знаменателю. 4400 правок. Их нужно физически работать. Комитет над этим работает. Когда этот кодекс был проголосованный в первом читании, вы же знаете, что он случайно был проголосованный. Вы это помните. И то люди, представители коалиции очень высокоповажные. В кулуарах говорили, ничего, ничего, мы во втором члене и завалим. Это вам цитата. Влада не зациклена в том, чтобы менять выборчую систему. Влада хочет, чтобы осталась старая коррупционная система, где они 300-500 гривен людям перед выборами дадут, купят голосы, потом за рахунок купленных голосов проводят своих до парламента депутатов. В итоге тема избирательного кодекса и тема выборов сошли на нет. Депутаты друг друга попугали, на этом и закончили и перешли к антикоррупционному суду. О нем долго говорили, долго писали документ, долго пытались внести в повестку дня и наконец законопроект появился. До юрисдикции высшего антикоррупционного суду отнесены коррупционные злочины, склад яких вызначены чинным законодавством судей суду призначаются за конкурсом. Пропонуют утворить правы ККС, Раду международных экспертов, всеми членов, на подставе пропозиции международных организаций, с которыми Украина співпрацует. К законопроекту ряд замечаний и главное требование Венецианской комиссии. В надежде их учесть ко второму чтению зал дал документу шанс и утвердил его в первом. Если остается все, как есть, и призначать, и выбирать судов антикоррупционного суду будет высшая квалификационная комиссия, то мы будем мать все то, что мы должны разобраться, какие вопросы должен рассматривать этот суд. Это первое. И тут, я думаю, что юрисдикция судов и подсудность этого судов должны полностью отвечать подследованию Национального антикоррупционного бюро. Мы уверены, что до второго читания, перед достаточно подтверждением, обязательно нужно, чтобы суд концентровался только на справах про топ-коррупцию, и обязательно нужно, чтобы при подборе судов было право в это у наших международных партнеров. Минимум месяц понадобится, чтобы документ подготовили ко второму чтению, хотя подготовить избирательный кодекс депутаты обещали тоже за несколько недель. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Вадим Середону в подробности недели в телеканал Интер. Итак, дискуссия о досрочных парламентских выборах на этой неделе завершилась, хотя еще недавно ощущение было такое, что в этом году Верховную Раду действительно будут переизбирать. И соответствующих заявлений хватало, и политики демонстрировали полную боевую готовность. Но теперь, похоже, в нынешнем составе депутаты могут проработать полный срок. Точку в дискуссии поставил президент на своей пресс-конференции. Я полностью задоволен темпами, которые были продемонстрированы в прошлой сессии о сотрудничестве президента, коалиции, парламенту и правительства. Великая количество реформ была принята. Я наголосил то, что я вижу, что сегодня страна, и я, как президент, ждет от парламента. Я наголошу, что никаких этих разговоров я не веду. Если парламент вместо того, чтобы этим заниматься, будут заниматься выборами, они до этого произведут. Продолжаем разговор с нашими гостями Артур Герасимов, глава фракции Блок Петра Порошенко и Александр Мартынинко, гендиректор агентства Интерфакс Украина. Александр, вопрос к вам. Обращаюсь к вашему опыту. Очень люблю спрашивать у вас советов, потому что вам с высоты вашего опыта, мне кажется, всегда виднее. Вот что с досрочными выборами? Эта игра закончена, как по вашему мнению, как вам видится? Или еще возможны перевыборы парламента? Показывает опыт, опыт сейчас уже мало что решает, потому что мы живем в другой жизни. Но тем не менее, знаете, я считаю это маловероятным, первое, досрочные выборы, но просто потому, что есть очень много игроков на нашем поле, которые на самом деле в этом не заинтересованы, по разным причинам, сейчас не будем говорить по каким, но по разным. А заинтересованы в этом действительно люди, которые заботятся прежде всего о собственном, в том числе, политическом будущем, потому что понимают, что лучше иметь синицу сейчас, чем журавля, неизвестно когда, и вообще будет ли это журавель, никто не знает. Поэтому запрос на это среди отдельных политиков есть. А запроса такого коллективного я пока не вижу. Вы пока не видите. Хорошо. Артур, почему в Раде снова зависают кадровые вопросы? Ну вот с Гонтаревой, ну не обижайтесь, ну как-то уже неприлично это все выглядит. С мая человек просится уже уйти, да? Ну почему за все это время не нашлось там какого-то пленарного дня, чтобы заслушать ее и, в общем-то, отпустите, назначить нового. Ну, по-перше, хочу зосередить вашу увагу на то, что президент Украины уже внис поддания на призначение Якова Смолия на посаду керевника Национального банка Украины. Президент Украины внис поддания уже навіть другий, я маю на увазе, когда за семейными обставами певные кандидаты в члены Центральной выборчей комиссии там не смогли бути кандидатами, на оновление складу Центральной выборчей комиссии и наша фракция Блоку Петра Першенка мы готовы и вы знаете, мы принимали эти решения на фракции и поддерживать голосование своим пана Смолияна посаду керевника НБУ мы готовы голосовать за оновление складу ЦВК мы готовы голосовать за их кадровые решения потому я вважаю что уже в ближчий пленарный тиждень мы зобовязаны результативным голосованием обрати керевника НБУ но хотел еще раз повернуться до тематики которая обговорилась в сюжете ключовое и снова повторю это эффективная работа парламенту и вчера действительно мы ухвалили в первом читании президентский законопроект про антикорупционный суд и блок Петра Порошенко как всегда за антикорупционные инициативы дав наиболее голосов и на чему я хотел взастрелить увагу чему эффективный парламент очень важный сегодня вот например сегодня вы знаете национальный радар и фонд под керевнистом президента Украины и на ней проговорились над важливые инициативы которые стосовались либерализации например валютного законодательства которые стосовались создания новых рабочих мест которые стосовались инвестиций в страну но это должны быть законопроекты их подать президент Украины но ухваливать мая парламент безусловно я вам могу подсказать еще один момент который повысит эффективность работы парламента и в общем-то и повысит наверное уважение к нему первого апреля уже срок подачи электронных деклараций их должны еще по чинному законодавству заполнять и антикоррупционные активисты против этого уже выступил выступила Европа выступили Соединенные Штаты президент Петр Порошенко выступил вы успеете это сделать до первого апреля я могу сказать что наша фракция будет полностью поддерживать своим голосованием эти два законы снова таки которые внесены президентом Украины которые полностью поддерживают и вы это подтвердили снятие электронных деклараций с активистов Александр вы со стороны в чем видите главную причину вот зависших вот этих кадровых вопросов о которых мы только что говорили с Артуром не ну тут мне кажется очевидно потому что парламент это плод коллективной творчества то есть все решения они коллективные в данном случае у фракции есть несколько субъектов в коалиции то есть несколько субъектов и есть должна быть договоренность между этими субъектами если ее нет нет решения все очень просто и это на самом деле прискорбно потому что знаете когда для какой-то фракции лично то есть коллективный корпоративный интерес он превалирует на самом деле не решаются вообще государственные проблемы вот и все это очень на самом деле эта проблема ну это не только украинские на самом деле проблемы в других коалициях в разных странах мира это тоже бывает просто у нас это недопустимо просто потому что действительно работать надо и прав оттуда должна быть эффективная работа здесь у нас нет возможности по полгода сидеть и ждать пока созреет обмен одного назначенца на другого Артур вы затронули тему антикоррупционного суда обязательно нужно я считаю нам действительно сегодня обсудить и ее давайте только в начале напомним нашим телезрителям что на сегодняшний день обсуждается по этой теме Верховной Раде прошу обещанного три года ждут а в случае с антикоррупционным судом успех и двух не прошло то что этот орган должен быть создан депутаты решили еще летом 16-го в рамках судебной реформы и с тех пор идут торги ведь пока все даже самые громкие дела против взяточников легко рассыпаются в судах поэтому украинские борцы с коррупцией на антикоррупционный суд уповают а международные доноры даже ультиматум в Украине поставили сперва суд потом деньги и заработать он должен в ближайшее время но главный вопрос каким будет орган в парламенте зарегистрированы целых пять законопроектов за основу взяли президентский проголосовать проголосовали а теперь обещают править пока вариант не удовлетворит и украинских политиков и международных партнеров у гражданского общества и международного сообщества есть к нему несколько замечаний которые четко определила и венецианская комиссия высший антикоррупционный суд орган который будет объединять и первую инстанцию и апелляционную согласно той редакции законопроекта которую депутаты взяли за основу новый суд должен рассматривать дела если предмет преступления превышает 800 тысяч гривен это касается всех коррупционных преступлений вымогательства подкуп злоупотребления властью и растраты есть даже статьи связанные с наркотиками или оружием но при этом насчет электронного декларирования нет ни одной судей в антикоррупционный суд должны назначать по конкурсу и как раз в этом вопросе международные доноры требуют для себя больше полномочий они хотят непосредственно влиять на назначение судей для их независимости от украинского политикума каким же будет компромисс что в итоге проголосуют депутаты и когда ведь даже самые срочные документы наши политики с легкостью откладывают главное создать видимость работы перед международными партнерами попробуем расставить точки над И с нашими гостями Артур скажите вот ваш прогноз когда Верховная Рада все-таки завершит работу над законопроектом по антикоррупционному суду передаст его на подпись президенту ну хотя бы конец весны можно ограничить какой-то дедлайн а три моменты какие бы я хотел прокомментировать с этого пожалуйста первое когда вы говорите про то что в украинском парламенте створюется только видимость работы то я вам поясню что та швидкость реформ которые были приняты восемь 2017 а и уже этого года были приняты закон про приватизацию который сегодня подписал президент Украины закон про теориста с обмеженной ответственностью по созданию новых рабочих мест в первом очереди закон про антикоррупционный суд ни один парламент света на сегодня не работает с такой эффективностью так мы можем сперечаться про качество законов это правда я думаю с вами сейчас мы согласны как минимум военные пенсионеры которым вы не удостоверились повысить пенсию я не хочу с вами спорить но я могу вам таких примеров приводить очень много почему Гроссман повышает пенсию военных пенсионеров а не делает это верховная рада и я понимаю эту тематику и между прочим мы с ними нашли очень серьезное понимание и я с ними встречался даже после того как они мне благодарили за определенные решения наступное вопрос которое не повысили наступное вопрос когда мы говорим про антикоррупционный суд мы только что слышали что он не отвечает я имею в виду президентский законопроект висновкам Венецийской комиссии я раджу вам почитать оригиналы англійською и французькою мовы висновки Венецийской комиссии вы хотите сейчас сказать что Венецианская комиссия полностью одобряет текст этого законопроекта все ключевые моменты этого законопроекта чётко отвечают потому что одна из ключевых позиций висновка Венецийской комиссии что этот законопроект должен чётко отвечать украинской конституции украинскому законодавству давайте просто быть честными и первое в эфирах третье когда мы говорим про шуткость приняття то ещё раз хочу сказать что вчора инициатива президента Украины была поддержана майже конституционной большинствой законопроект внесенный президентом как это часто очень бывает снова объединял зал БПП блок Петра Порошенко долоной больше голосов теперь сгідно с процедурами два тижни піде на внесение поправок до этого закону это процедурная норма мы не можем ее порушить для того чтобы не допустить оскаржения этого законопроекта чтобы вы понимаете и врагов в него достаточно для внесения поправок два тижня после того розгляд в комитете и голосование в зале я считаю уже на весне мы имеем все шансы проголосовать его в другом читании все спасибо за ответ Александр вы верите что вот именно антикоррупционный суд может покончить с коррупцией в Украине вот такой вот и простой но в то же время я понимаю что очень сложный вопрос я вам задаю нет конечно потому что если иметь ввиду коррупцию как явление если иметь ввиду коррупцию в высших эшелонах власти то что мы говорим имеем ввиду именно такой мощной коррупции основной то это конечно это эффективный механизм может быть против этой коррупции при ряде условий и действительно его подлинной независимости судей а это поверьте мне добиться очень будет тяжело даже если их будут отбирать иностранные коллеги которые что под вопросом но ведь понимаете и соблазны и угрозы которые возникнут если люди будут решать вопросы тех коррупционеров где речь идет не о сотнях тысяч а о миллиардах гривен а и такие деньги будут на кону я считаю что ну это должны быть ну такие храбрые люди ну просто которых я например даже и не знаю например и первое и второе действительно они должны быть абсолютно неподкупными я и партнерами говорю когда общаюсь с ними я говорю ребят это на самом деле очень тяжелая задача даже вам подобрать таких людей то есть клеймо о том что это одобрено условно там какой-то Евросоюзом или Соединенными Штатами не даст полной гарантии оно даст конечно надежду на полной гарантии на независимость не даст и я бы все-таки не ожидал от антикоррупционного суда на первых порах во всяком случае абсолютно эффективной работы ну поскольку это будет не скоро а по всем прикидкам если он примет после закона этой весной то с учетом принятия всех остальных документов набора судей конкурсных комиссий набора помещений финансирования и так далее это все-таки будет следующая весна будем реалистами вот у нас еще будет достаточно много времени обсуждать кандидатуру этих судей да нелегкий процесс предстоит судя по вашим словам спасибо вам за этот разговор Артур Герасимов фракция Блока Петра Порошенко Александр Мартыненко глава Интерфакс Украина отвечали на мои вопросы мы поговорим с вами дальше об антигерое этой недели это Юрий Крысин напомню это командир Титушек которого кроме прочих преступлений обвиняли в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия но суд проявил удивительную гуманность и дал Крысину условный срок прокуратура решение оспаривает на этой неделе должно было состояться заседание апелляционного суда и вот тут и началось самое интересное сначала Крысина нашли в отделении детской кардиологии затем он и вовсе исчез подробнее в нашем материале Киевский институт сердца попасть в эту клинику не просто даже тяжелым пациентам но активисты узнали именно здесь лечится Юрий Крысин фигурант дела об убийстве героя небесной сотни журналиста Вячеслава Веремия Крысина обнаружили в детском отделении и пришли его проведать с мандаринами шарами и средством от грызунов кто-то плеснул ему в лицо зеленкой спрятался в больнице чтобы избежать суда уверенные активисты я лежу на следовании я занимался спортом я хочу проверить свое сердце они и правы как Крысин попал в детское отделение выяснить у врачей не удалось позже директор института Борис Тадуров объяснил Крысин поступил с острыми болями в сердце и его положили туда где была свободная койка свободных мест не было но всех скоропомощных больных которые обращаются к нам с болями в сердце а именно к такой категории относятся люди мы их называем люди в прединфарктном состоянии мы обязаны положить Юрий Крысин пообещал явиться в суд 1 марта и покинул клинику следом за активистами но обещание нарушил в апелляционный суд так и не пришел мы переданы телепонограммой информацию про перенесение розгляду справы на иншу дату в связку с хворобой Крысина по важным причинам явки относятся лише тяжкая хвороба або находление в лекарственном закладе на ликувании в любых документах на подтверждение этого он не надав суду прокуратура оспаривает приговор Шевченковского суда в деле об убийстве Веремия Крысин изначально проходил как соучастник но спустя год ему сменили статью обвинения с убийства на хулиганство а в декабре прошлого года судья Олег Линник приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно Прокуратура испытала шок ведь доказательства против Крысина собрали серьезные само преступление произошло в ночь 19 февраля 14 года группа тетушек избила битами журналиста Вячеслава Веремия а потом застрелили в спину на след убийц вышли практически сразу выяснили что стрелял Джалал Алиев известный как Дима Дагестанец после Майдана он бежал воевал за так называемую ДНР и погиб а вот Крысин стал главным подозреваемым он признал что координировал тетушек и за 20 тысяч долларов был готов устраивать террор майдановцам почему же суд фактически отпустил человека виновного в смерти вопрос к суде кстати Олегом Линником уже занялись детективы НАБУ а вот самого Крысина таки доставят в суд под конвоем 19 марта Максим Штан Наталья Шумакова Ольга Теребинская подробности недели телеканал Интер начинаю я этот час просто с отличной новости еще двое на свободе сегодня удалось освободить из плена двух украинских пограничников еще в октябре прошлого года их задержали на границе с Россией как ребята себя чувствуют и где находятся сейчас все знает Александр Васильченко нейтральная полоса между украинской Гоптевкой и русской Нехотеевкой в микроавтобусах пленные для обмена в одном российские ФСБшники Владимир Кузнецов и Оскар Кулуб в другом украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь после обмена их забирают на нашу сторону думаю, что это очень хвилляющий момент как для самих хлопцев так и для всех тех кто безпосередно принимал участь в этих очень сложных перемогах с краиной агрессором о проведенной операции пограничники отчитываются по телефону президенту Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь повернуты на территорию Украины Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь исчезли в октябре прошлого года на сумской границе позже выяснилось что их похитили спецслужбы России и вывезли в Москву четыре месяца их удерживали в СИЗО об освобождении не узнали только вчера теперь Игорь и Богдан больше всего хотят увидеть родных в Киеве в Киеве освобожденных отправляют вертолетом это центральный госпиталь госпогранслужбы здесь вместе с журналистами бывших пледников ждут родные супруга Богдана Ольга говорит пока муж был в российской тюрьме не могла с ним общаться а его состояние узнавала от адвокатов и украинского консула это подтверждает и мать Игоря за несколько минут до приезда сына женщина не сдерживает чувств тяжкие дни и тяжкие месяцы вскоре в больнице появляются те кого так долго ждали после пограничники выходят к журналистам вспоминают как им было в России говорят к ним относились как к преступникам при каких обстоятельствах попали в плены и в чем их обвиняли в России пограничники пока не рассказывают заместитель руководителя нацполиции объясняет сначала в ведомстве сами должны разобраться в Киеве в госпогранслужбе в госпогранслужбе сообщили по факту захвата в плен проводят служебное расследование позже обещают раскрыть все подробности Александр Васеченко Светлана Шакера Сергей Еременко Александр Яновский подробности недели телеканал Интер Ну а на Донбассе продолжаются обстрелы только за одни сутки мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 взрывов и большинство из них на подконтрольной украинской власти территории наш военный корреспондент Игорь Левенок побывал в одной из самых горячих точек на востоке в поселке Водяном далее эксклюзив подробности недели При Азовье на подъезде к поселку Водяное нас останавливают военные со стороны населенного пункта раздаются звуки боя легковым транспортом добраться до Водяного невозможно асфальтную дорогу контролируют боевики ехать нужно полем но и оно простреливается армейцы усаживают нас в БМП теперь скорость это наше все поселок расположен в 12 километрах от Мариуполя и сейчас это самая горячая точка на Приморском направлении бои здесь происходят ежедневно и сегодняшний день не стал исключением на околицах на сану пункту Водяна працюю стрелковая зброя и крупнокалиберные колометы РПГ СПГ приходили минометы были вчера и напереду в темную пору они не больше на ночь працуют некогда уютный поселок Дачников превратился в руины уцелевших построек почти нет коммуникации уничтожены воды и газа тоже нет из всех благ только электричество прошлым летом волонтеры проложили сюда кабель но его периодически приходится ремонтировать перебивают пули и осколки каждый день взрывы и стрельба все подряд минометы ТШК крупнокалиберный пулемет мелкокалиберные автоматные чередя то есть ничего такого не изменяется и так уже три года и несмотря на это в водяном до сих пор живут люди один из них Василий Горобец пенсионер уже стал местной знаменитостью он охотно общается с журналистами и не скрывает своих патриотических взглядов тут сепаратистов не держим армейцы приветливо его называют дядей Васей помогают водой и продуктами в Мариуполе у дяди Васи живут дети и внуки они неоднократно просят его переехать но Василий категоричен как это земля без народа солдаты должны охранять народ а земля без человека кому она надо не раз смертоносные сюрпризы разрывались прямо во дворе у пенсионера дом весь посечен осколками окна закрыты железными ставнями большинство ночей Василий проводит в подвале хотя и днем говорит здесь небезопасно ну у нас же видите все побито ни проводов ничего нет особого приход вот вот это приход еще один дядя Вася уже неплохо ориентируется в тактике боя раньше они били а сейчас они вот так наскочили выпустили и ходу пенсионер следит и за политикой говорит эту войну можно остановить только с помощью миротворцев вот это Латвия Литву пусть идут Болгары Чехии пусть идут через несколько улиц находим еще одного местного жителя пока вокруг что-то стреляет и взрывается 70-летний Геннадий Родионов во дворе мастерит веломобиль и поехал Геннадий Пенсионер Пенсионер старается держать себя в форме и постоянно что-то мастерит недавно изготовил ветряной насос лопасти вырезал из пробитой осколками байдарки Геннадий Прокофьевич уверяет это занятие отвлекает от войны а когда становится совсем страшно на улице он в доме играет в уголки ну да немножко отвлекает от всех этой напряженности прошлым летом мирных жителей в Водяном было 11 сейчас 9 один мужчина повесился еще один умер от болезни понимаете вот это это самое страшное безысходность и бывает вот такая ситуация что самому хочется в петлю лезть а до войны поселок Водяное был дачным раем многолюдный он славился отменными овощами и фруктами Игорь Левинок Андрей Костюк Сергей Байдало подробности недели телеканал Интер Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных комплексов Джавелин на 47 миллионов долларов этих средств хватит на 210 ракет и 37 пусковых установок причем из украинского бюджета платить за них не придется это поставка за счет американской военной помощи Украине президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Дональда Трампа за это решение и отметил что новое оружие станет дополнительным аргументом для сдерживания российской агрессии на Донбассе Новый пакет помощи для Украины пообещали и в Европе готовы дать еще миллиард евро несмотря на то что наши политики не смогли выполнить условия предыдущего пакета хотя это были всего 4 невыполненные требования из 21 но именно из-за них Украина лишилась последнего транша на 600 миллионов евро напомню европейцы требовали тогда не только снять мораторий на экспорт леса кругляка как это пытались представить Верховной Раде но еще и например создать автоматическую систему проверки электронных деклараций до сих пор нацагентстве по предотвращению коррупции проверяют декларации вручную европейская тема была среди главных и для правительства на этой неделе Кабмин вместе с Верховной Радой разработали дорожную карту выполнения соглашения об ассоциации съезд на ближайшие несколько лет Это пакет из 57 законопроектов которые должны рассмотреть в парламенте за два года Эти законы из разных сфер это из вопрос безопасности и защиты нашей Украины это из блок энергонезалежности из блок защиту интеллектуальной властности снятия митных перешкод и технических барьеров в торговле покращение инвестиционного климата защиту окружающего серебряча и каждый из этих законов спрямованный и не тем чтобы сделать экономику украинскую более прозорной чтобы залучить большую кийкость инвестиций в украинскую экономику чтобы сделать мощнейшую украинскую государство Вообще если говорить о выполнении условий ассоциации то на сегодняшний день Украина изрядно отстает эксперты уже прогнозируют задержку как минимум на 10 лет в реализации всех реформ предусмотренных соглашением и если нынешний темп выполнения условий сохранится то этот процесс завершится только к 2035 году в прошлом году удалось решить только 41% задач по ассоциации впрочем далеко не все эти задачи выглядят однозначно позитивно стоит признать чего стоят одни только европейские требования по молоку которые уже поставили украинское село на грань бунта новости драматические якобы в селах забивают молочный скот на мясо а с июля Украине вообще грозит молочный дефицит правда это или нет выясняла павлина Василенко густенько гадна сметанка сыр уже разобрали и в холод и в жару они торгуют на рынке у каждой хозяйки свои клиенты и каждая уверена ее молочка самая вкусная по украинским нормам а вот отвечает ли товар евростандартам продавщицы не знают и с опаской ждут 1 июля дня когда заработают новые нормативы с тем что их продукция уже летом опустится до второго сорта не согласны а если пригласили в гости едем Людмила живет в селе Гастролучье Киевской области свой небольшой молочный бизнес она ведет уже 8 лет за это время хозяйство выросло сейчас уже 16 коров но из долгов и кредитов это не помогло вырваться буквально недавно Людмила потратилась на машину ведь без нее никак недавно придбали называется кредит у людей придбали называется машинку за 8 лет фермерства ни отпуска ни выходного каждый день подъем в 4 утра в кровать поздно ночью чтобы сэкономить все хозпостройки делали своими руками чтобы прокормить одну только милку нужно выложить более тысячи гривен в месяц арифметика одной коровы проста стоимости корма нужно приплюсовать еще и стоимость медикаментов электроэнергии и бензина также услуги пастуха помощницы и ветеринара Людмила считает из 21 тысячи гривен в месяц полученных от продажи молочки им с мужем остается всего 4 тысячи а чтобы соответствовать евронормам семье нужно будет еще раскошелиться необходимо использовать доильный аппарат охлаждать молоко и организовывать его доставку на переработку Людмила аппарат уже купила мы умисно или умисно готовились для того чтобы нам выжить и пройти этот этап и вклиниться в их евростандарты обещали за доильный аппарат тоже погасить когда пошла купили мы пошла собирать справки глава сельской ради справки не дав и нам никто не компенсировал этих 5 тысяч те кто имеет три коровы и больше скорее исключение из правил в последние годы все больше украинцев в селах отказываются их содержать по словам экспертов буренок у селян осталось в два раза меньше чем в послевоенном 46-м сегодня за столетие найнижча колькість корів по голів'я тому молока малый молоко будет здорожчати щомісячно протягом цього і безумовно наступного року раніше селок де живет Ірина считалось молочным но сейчас осталось всего три коровы на улицу сама женщина говорит держит лосуню для детей и внуков если бы не они давно продала бы вже другий рік так пошло массово люди сдають на м'ясо ніхто не хоче тримати ні молодняка ніхто не хоче ні нічого а за що тримати 30 гривень за банку молока то що вигідно зараз містный молокозавод раньше большую часть сырья покупал у селян но сейчас молоковозы из сел возвращаются полупустые и новые стандарты хоть не прямо но вынуждают переработчиков искать новых поставщиков заготовляем які поступають від фермерських господарств ми можемо позбутись тих 20% заготовленого молока знову ж таки тому що люди не розуміють що им як им бути чи їх буде держава забезпечувати доїльними апаратами чи буде якась програма така програма говорят в министерстві єсть рассчитана на три года государство компенсирует 70% стоимости апарата молоковоза и холодильника на эти цели заложили мільярд гривен щоби получить їх селяне должны об'єдениться нет не в колхоз в кооператив цим присадовним господарствам потрібно формуватися об'єднуватися юридично для того щоб юридична особа мала право претендувати на отримання цієї дотації на сьогоднішній день коштів від держави на допомогу цим господарствам які здають молоко їй немає де-факто тому що програма спрямована більшою мірою тільки для сільгоспвиробників але Людмила впрочем як і інші селяні в силу кооперції не вірить Європа вона більше схильна до семейних ферм я наприклад теж до семейних тому що семейна вона сама зацікавлена в чому в процветанні в якось і нам немає що ділити між собою а коли кооператив вони по суті діляться той більше зробив той менше перейти на евростандарт в молочке Україна должна була еще з этого января но дату перенесли на полгода однозначно з першого липня нічого не відбудеться буде період адаптації але два роки може бути і продовжений ця тема триває вже 10 років а пока государство меняє правила ігри люди растеряні і просять к евростандартам добавити еще і європоддержку як нам будуть давати кредити так як в Європі под 0,1% а не так як у нас 25% беруть кредити то може щось і потягнем люди будуть бунтувати будем розвозити поточках по людях якщо тут не дадуть все одно ж будем торгувати хотя в Кабмине успокаивают никакого запрета на продажу молока отчастників 1 июля не буде но теперь главное внятно объяснить людям новое правило иначе селянам при отсутствии рынка сбыта придется просто вырезать скот Павлина Василенко Жанна Дудчак Евгений Каминский подробності недели телеканал Интер Прем'єр Владимир Гройсман сегодня завершил визит в Латвию это одна из тех стран ЕС сотрудничество с которыми развивается наиболее динамично только в прошлом году торговля между нашими странами выросла на треть причем торговая сальда позитивна для Украины то есть позволяет привлекать валюту в нашу страну обсуждалось на переговорах в Риге и поддержка европейцами Украины в противостоянии с Россией для нас это очень важный визит к стране партнера и я радый потому что у нас очень хорошо развиваются двусторонние стосунки окремо хотел бы сказать про сектор безопасности и без перебольшения хочу висловить вам вдячность от Украины украинского народа за такую вашу позицию что до восстановления нашей территориальной ценности и зупинки войсковой агрессии которую развязала Российская Федерация это потребует очень жесткой реакции с боку всего цивилизованного света а наше украинское войско и Украина защищает и оборонит как суверенитет нашей страны так и европейские ценности жесткую позицию пообещали в Кабмине по отношению к импортерам российских минеральных удобрений первый вице-премьер Степан Кубев заявил что российские удобрения к сожалению могут поставляться в Украину и нелегально несмотря на ограничения которые уже ввели против таких поставок эта скандальная история тянется несколько лет речь идет о сотнях миллионов долларов которые до сих пор зарабатывают в Украине те же компании которые производят в России вооружение давайте напомним основные факты в парламенте требуют от правительства немедленно разобраться с импортом в Украину российских удобрений еще в прошлом году поставки карбамидо и аммиачной селитры из России обложили пошлинами однако несмотря на это поезда окруженные российскими удобрениями продолжают тысячами заезжать в Украину а наши заводы стоят только за прошлый год Украина потеряла из-за этого более двух миллиардов гривен 50 тысяч украинцев сегодня семей остается без работы это уничтожение целой галузи за прошлый год 380 тысяч тонн этой продукции было завязано на рынке нашей страны обращение к премьеру подписали 10 нардепов от правительства требуют ужесточить пошлины по данным парламентария российские производители успешно обходят их изменяя химический состав удобрений или попросту поставляют свою продукцию через Белоруссию ключевые российские производники в первую очередь его хим урал, хим и інши начали обходить эту программу через игры с кодами на введении намыкучу в электронную Украине товары и таким чеком через Белоруссию в основном через Белоруссию не только проводить основные бизнес-мешки из-за этого не украинские заводы а российский Еврахим один из главных поставщиков карбамиды и аммиачной селитры для наших аграриев только за прошлый год по данным экспертов Украина заплатила России за эти удобрения более 600 миллионов долларов нам Еврахим отправляет карбамиды и аммиачную селитру а российскому Минобороны и на оккупированной территории оружейный порох СБУ провела расследование и уже за результатами расследования есть висновок про то, что они причастны к финансированию терроризма на территории Ордло селитры мы говорим сейчас это компонент для выготовления пороха и вибуховки т.е. Украина убивает собственного выработника и стимулирует выработника селитра с краины агрессора а потом выбухивка с этой селитры убивает наших хлопцев наших вояков на сходе нашей Украины по мнению нардепов за сотрудничеством со спонсорами боевиков стоят коррумпированные украинские чиновники которые зарабатывают на этом миллионы еще в январе ужесточить пошлины должны были в Минэкономразвитии однако решение почему-то отложили после обращения депутатов в Кабмине пообещали в ситуации немедленно разобраться есть обход через Белоруссию есть обход через страны бывшего Российского Союза но мы за рахунок кодов и профессиональной оценки спорной работы с депутатами мы выправим максимально до прозорого способа я за то чтобы поддерживать 100% национального производника я за максимально жесткие обмежения России вот три базовых позиции будь ласка працюйте працюйте с первым вице-премьером працюйте с депутатами парламента комитетами но працюйте дайте мне ответ на эти три питания тем временем активисты нацдружин уже начали акцию возле крупного железнодорожного узла в Канатопе через который ежедневно в Украину заезжают вагоны с российскими удобрениями если пошлины не ужесточат обещают блокировать пути депутаты проголосовали за платные дороги соответствующий законопроект был принят на нынешней неделе и это первый документ из большого пакета инфраструктурных законопроектов которые от Верховной Рады ждали всю зиму главное платными должны стать вовсе не те дороги которые уже есть в нашей стране а только новые строить их будут по принципу концессии то есть принадлежать будут государству но вкладывать в них деньги и брать плату за проезд смогут частные компании максимальный размер платы определит Кабмин при этом у каждой такой новой платной дороги должен быть альтернативный бесплатный маршрут вообще концессионные дороги в Европе дело обычное например во Франции их протяженность чуть более 8500 километров в Италии около 6000 в соседней Венгрии успели построить уже 1000 километров концессионных дорог украинские политики обещают что в нашей стране первая такая дорога появится в ближайшее время когда же начнется ее строительство и где вот с этими вопросами мы обратились к словомиру Новаку руководителю госагентства автомобильных дорог Украины и вот что он ответил первый проект который мы пропонуем потенциальным концессионерам нашим приватным партнерам инвесторам это дорога Львов до кордона с Евросоюзом это Львов Краковец Корчова это 84 километры дороги нового строительства это должна быть современная автобана между Львовом с Евросоюзом Я бы хотел чтобы по-перше мы очень быстро двигались в этом направлении чтобы быстро начать строительство этой дороги но это требует времени я так думаю что в половине этого года мы будем иметь уже международных консультантов которые будут нам допомогать подготовить все юридические документы все технические документы есть много технических документов которые требуют коригации а также на осень это такой план чтобы на осень огласить конкурс запросить потенциальных инвесторов на переговоры и 9 до 12 месяцев необходимо на переговоры тогда я думаю что за 1,5-2 года мы можем распространить консессионные дороги будут ли реализованы все вот эти грандиозные планы по строительству современных автобанов в Украине или это все таки останется только планами и почему вообще нужно платить даже за дороги давайте обсудим с Оксаной Продом народным депутатом и очень опытным экономистом спасибо Оксана я голосовала за этот законопроект я сподіваюсь что его в ближайшем президент подпишет потому что мова идет про новые дороги выключно новые дороги жодная существующая дорога не может попасть под этот закон это первая частина и вторая те дороги на которые в первую очередь будет распространяться этот закон это 4 міжнациональные трассы которые уже в других странах побудованы дошли до украинского кордона до пунктов пропуску с Украиной и остановились потому что Украина сама побудовать эти дороги не может а инвестор отказывается вкладывать деньги потому что он говорит я не понимаю как я буду каким-то образом заработать на них потому что у нас до сегодня такой возможности не было Оксана ваш прогноз если президент все-таки подпишет когда возможно привлечение инвесторов готовы ли они кстати заходить в Украину и когда нам ждать уже на первой дороге тогда в таком случае все процедуры которые предбачаются с этим законом законопроектом законом майбутним они привязаны к решения Кабинета Министров поэтому я точно понимаю что месяцев 3-6 нужно будет провести организационные моменты для того чтобы огласить тендера сплановать все вещи поэтому я думаю что не меньше года нужно для того чтобы началась работа Вы говорите тендеры я правильно понимаю что будут заходить не только иностранные инвесторы но и иностранные подрядчики то есть строить будет не наш Украфтодор который сначала за 10 км дороги себе 28 дач на берегу моря строит будувати будет тот инвестор который выиграет возможность вкладывать деньги в украинские дороги и в будущем заработать на платном проезде раз уже вспомнил про Украфтодор а вот не расхолодит ли наш гигант и монополист вот такая инициатива смотрите хорошими не будет ли ситуации что хорошими у нас будут только те дороги которые нам построят за иностранные деньги иностранные компании Украфтодор безплатные дороги обовязково не может таки быть что дорога идет платная а для нея нет альтернативы это одна частина инша частина вимоги до дороги которые должны строить завтра в Украине они не изменилися и наши сегодняшние дороги должны доводиться до нормального иностранные 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 в дороге иностранные дороги иностранные так выглядит борьба с киосками которые ведут местные власти ну конечно если местным властям верить каждый день появляются сообщения о том что где-то опять убирают мафы часто бывают и другие новости о задержаниях чиновников которые ровно такие же мафы крышуют хотя задержания эти только капля в море нелегальных доходов которые получают от киосков по всей стране Евгения Коваленко продолжит в этой разрухе почти невозможно распознать киоски с товарами их сносят как нелегалов иногда такие ночные рейды заканчиваются даже стрельбой и дракой этот жесткий метод борьбы с ларьками спровоцировал протесты предпринимателей но в столичной мэрии утверждают горожане их завалили жалобами главные претензии антисанитария и грязь вокруг киосков кроме того мафы изрядно портят городской пейзаж и мешают передвижению посмотрите во-первых на габарит прохода достаточно ли он для того чтобы прошел огромный поток людей с станции метрополитена посмотрите пожалуйста на кучу мусора покосившиеся поржевевшие конструкции небезопасные балки архитектор Станислав говорит такое захламление мафами было неизбежно нужно увеличивать плотность среды каждое место в городе ценно каждое место должно быть полезным здесь очень показательно огромное пространство совершенно неопределенной функции чтобы сравнить как выглядит такая же улица в Европе я попросила своих коллег прогуляться по городу вот что они отметили в Брюсселе мафов нет разве что такие вот киоски с картошкой фри это блюдо национальная гордость бельгийца но даже такие точки раздражают гаражам своим внешним видом и до конца года их всех должны перестроить в одной стилистике за деньги из горбюджета сделать достопримечательностью как лондонская телефонная будка а пиво сигареты и разные мелочи продают в маленьких магазинчиках которые находятся на первых этажах домов выглядят они не очень привлекательно по мнению бельгийцев но городской совет пока не придумал как решить этот вопрос а вот к примеру в германии есть мафы декоративные фонтаны скамейки мусорники которые больше напоминают арт-объекты есть еще продавцы сосисок которые носят на себе мини-лотки и продают товар на улицах исключение предрождественский сезон тогда в городе появляется куча мобильных киосков в которых продают глинтвейн пряники и прочие вкусности а это привычная украинская картинка с рядами несу разных киосков в которых продают все люди даже прозвали их чайна-таунами вот один из таких в Кропивницком данная конструкция размещена незаконно их нужно выносить в оборудование в специальное место чтобы это было чисто место для вот таких павильонов а так не пройти не проехать тут машина становится ходишь боком частично киоски построили с грубейшими нарушениями установили прямо на теплосети из-за этого более 30 многоэтажек могли остаться без отопления в прошлом году здесь случился пожар но теперь их снова отстраивают за этим предприятием стоит один из депутатов местной ради люди стурбованы тем что у них постоянно что-то рают постоянно у них что-то прорывает люди просят прекратить данное строительство непобедимые непобедимая мафия на тротуар было было разработано 6500 точек в городе Киеве каждый предприниматель мог подать заявку например на эту точку а там где конкурсы еще не провели с законными предпринимателями заключают договора чтобы они могли продолжать работу но бизнесмены уверены все это непременно приведет к коррупции к примеру на этой неделе столичная прокуратура уже поймала на взяточничестве чиновника райадминистрации из отдела контроля за благоустройством он каждый месяц требовал от предпринимателей МЗДу по 2000 гривен за то чтобы их мафы не демонтировали а таких незаконных киосков в Киеве больше полутора тысяч их должны снести до конца года горы металлопластика от разрушенных павильонов именно сюда со всего города свозят демонтированные конструкции такое вот кладбище мафов таких штрафплощадок в Киеве всего пять и все они заполнены поэтому киоски начали размещать уже в два этажа чего тут только нет от лапши и шаурмы до памятников и лотерей а некоторые павильоны даже с товаром внутри и обычно с этой площадки они сразу возвращались на прежнее место да и штрафами нелегальных предпринимателей не напугать инспектор приходит складывает один протокол предприниматель скажет на тебе 1700 гривен сюда больше не приходит мы хотим увеличить сумму штрафов до 40 тысяч гривен список всех нелегалов можно найти на официальном сайте столичного департамента благоустройства Андрей директор вот этого торгового ряда на проспекте Победы он тоже в списке на демонтаж как в нем оказался не понимает более того утверждает что это не маф а полноценный магазин все документы имеет от покупателей никаких жалоб тут кирпич кафель плитка все нужно на денег стоит металлопластиковые окна обратите внимание кондиционеры стеклянная дверь она наверное не дешевая да какой-то баклан приедет ее будет раздевать предприниматели говорят два года назад коммунальщики уже разгромили их торговый ряд находившийся напротив без предупреждения тогда не было возможности даже забрать свой товар просто прийти как воров как бандита уничтожить а это что я хочу просто выжить со своей семьей мы работаем мы не воруем а это вторая сторона медали тысячи мафов это тысячи рабочих мест это собственники и наемные работники службы логистики это те мелкие базы на которых закупались это пять тысяч семей лишились дохода с другой стороны государство не может предложить пяти тысячам работникам новые рабочие места и пока ситуация с мафами в Украине выглядит так же несуразно как и сами киоски все попытки привести их к единому стандарту пока безуспешны а борьба с нелегальными ларьками часто превращается в фарс или банальный рэкет Евгения Коваленко Елена Абрамович Елена Брынза Марьяна Бурякова Павел Лысинга и Василий Миновщиков подробности недели телеканал Интер это воскресенье в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения Оскаров 90-е юбилейная и первая в ситуации когда за несколько дней до награждения не ясно кого из топовых актеров на нее допустят масштабный сексуальный скандал в Голливуде оставил под подозрением десятки звезд кто точно не попадет на церемонию и у кого все-таки есть шансы выяснял Дмитрий Анопченко Голливуд Голливуд сейчас совсем другой и дело не только в Оскаровской церемонии подготовка к которой меняет ритм жизни все куда сложнее город живет страхом разоблачений и об этом нам откровенно говорили в каждом интервью все сейчас просто в ужасе как бы не оступиться и как бы не сделать чего-то что неправильно поймут если туристы со мной просят фото я больше не говорю ну да окей близко никому подходить нельзя но вы поняли почему этот Оскар задумывался как особый юбилейный как-никак 90 лет он и вышел особенным даже за два дня до вручения наград разговоры тут вовсе не о фильмах а о том кого Академия простит а кого похоронит Харви Вайнштейн без которого тут раньше вообще ничего не происходило окончательно списан в тираж ему даже руки никто не подаст Кевин Спейси тоже в черном списке фильмы с его участием переснимают и даже последний шанс остаться в профессии отобрали мультик не дали озвучить мол недостоин и он не один Бен Аффлек и его брат Чарли Шин Майкл Дуглас Оливер Стоун Дастин Хоффман всех их пресса тоже обвинила в сексуальных домогательствах а значит Академия вполне может попросить не мозолить глаза репортерам и остаться дома о многих громких историях с сексуальным подтекстом здесь конечно же знали и шушукались в кулуарах но Голливуд всегда был тем самым местом где доказательства нужны не просто весомые а железобетонные но только сейчас все поменялось с точностью да наоборот и одного только громкого заявления одного интервью мол 20 лет назад между нами что-то было уже достаточно чтобы похоронить карьеру это подтвердил нам это подтвердил нам и Стив Гэллоуи голливудская легенда редактор журнала которого кинозвезды и боятся и обожают одновременно Холливуджи Поджер знает о них все лучшие папарацци сотни осведомителей тысячи резонансных статей и при этом журналистские принципы многие медиа теперь считают возможным печатать слухи без проверки просто чтобы быть первыми кто расскажет эту историю никто ничего не проверяет и так мы очень быстро дойдем до точки когда начнут снимать уже и те кто вообще не виноват оказалось Стивен и его коллеги о подвигах Вайнштейна знали давно вот только опубликовать этот компромат раньше было невозможно как минимум год назад мы были очень близки к публикации заявлений одной из знаменитых актрис которая решилась рассказать о Харви Вайнштейне она нам все поведала мы стали обсуждать возможно ли такая публикация с точки зрения закона ведь это просто слова одного человека без доказательств и не решились что же сейчас изменилось да просто страна устала устала настолько что поступилась принципами и ироничный пластиковый памятник Вайнштейну на Голливудском бульваре лучшее тому подтверждение так много людей актеров и актрис приезжали в Голливуд за мечтой и так хотели встретиться с Харви Вайнштейном а когда встречались для многих это заканчивалось сексуальными домогательствами и изнасилованиями о том насколько в мире кино до недавнего времени все было не прикрыто нам рассказала Татьяна Родина украинская актриса которая уже много лет живет в Штатах и снимается тут в громких проектах один из кастингов она навсегда запомнила мне сразу не понравилось уже вот все что я ощутила мне вот уже не понравилось вот это вот вся продюсер режиссер которого там преподнесли чуть ли не до небес сказали что он там супер-супер крутой и потом мне сказали что со мной свяжутся когда я прошла эти значит пробы и когда я получила письмо то вот в этом письме было прям откровенно просто прямым текстом сказано что мне предлагают значит с ним иметь отношения сексуальные прям вот так и было сказано вот и не только мне это письмо пришло всем остальным девочкам но при этом Татьяна говорит это ведь был ее выбор отказаться от роли или согласиться с условиями кто-то ведь этот грязный контракт в итоге все-таки подписал многие с этим сталкиваются да и те люди которые у которых моральная планка пониже ну они наверное как бы через это переступают у кого она очень высокая они говорят нет до свидания и никогда не становятся звездами вот как-то так но говорить об обратной стороне медали в американских СМИ сейчас не принято опасно могут счесть что ты по другую сторону баррикад так что в глазах общественного мнения виноваты только мужчины а они в ответ страхуются как могут знаменитости которых я встречаю сейчас боятся с фанатами фотографироваться и мужчины и женщины опасаются оказаться на фото с кем-то вдвоем кровать вы видели тут недалеко так ее убрать решили она там почти 20 лет простояла но смысл ведь был что ж крошка выпьем кофе и я покажу тебе что значит кино надеюсь вы понимаете о чем это я намек действительно более чем прозрачный ведь около этой каменной кровати выложено и название всей композиции дорога в голливуд мол она только через постель лежит и недвусмысленная подпись вот как многие из нас здесь оказались но только если раньше это был повод для шуток то теперь скорее для раздражения но важно понимать голливуд и слезам не верит и не прощает тех кто один раз оступился здесь очень развит скажем так инстинкт самосохранения если не назвать это по другому и перед вчерашними лучшими друзьями стоит им попасть в опалу сразу же закрывают двери поэтому те знаменитые актеры те громкие фамилии все те кто стали героями грязных публикаций и попали в черные списки прессы уже вряд ли теперь окажутся в титрах знаменитых кинофильмов или на оскаровской красной дорожке из голливуда дмитрий анопченко сергей коваль американское бюро телеканала интер накануне церемонии закончилась эпопея с продажей продюсерской компании братьев вайнштейн самого харви уволили из компании еще осенью но оказалось что только этого недостаточно сумма сделки полмиллиарда долларов новые владельцы а одна из них к слову бывшая чиновница из администрации Обамы возьмут на себя долг в размере 225 миллионов и еще сопоставимую сумму инвестируют в компанию это позволит выплатить компенсации жертвам домогательства Эйнштейна и сохранить работу для сотрудников когда-то очень успешной компании и вот вдумайтесь 500 миллионов долларов это деньги только для одной продюсерской компании которая еще и переживает худший период своей истории тот случай когда хочется всем киношникам пожелать выйти на такой уровень когда даже в самые неудачные времена у них все равно будут подобные суммы для продолжения работы понятно что нашему кинематографу приходится об этом только мечтать вот например в этом году вся украинская киноиндустрия должна получить 1 миллиард гривен от государства это чуть больше 37 миллионов долларов что на них будут снимать и насколько успешными стали фильмы которые уже вышли в прокат Любовь Кукла знает это один из крупнейших съемочных павильонов страны здесь снимают украинские фильмы и сериалы как сейчас на этой площадке их кстати за последние два года стало в разы больше режиссеры операторы художники гримеры это те кого зритель не видит хотя работают они круглосуточно мы снимаем сам процесс так называемый бэкстэдж на площадке обязательная тишина чтобы никакого брака по звуку и наконец долгожданный перерыв главный герой Александр Нарчук из доктора превращается в актера театра и кино у него дебют у вас вписывается на улице еще нет но слава впереди это можно сказать и об украинском кино в целом за последние годы мы научились делать камеди фэнтези документалки со знаком качества а еще кино получило активную поддержку государства мы можем гордо сказать что у нас такой отбывся выбух украинского кинематографа было выпущено практически 33 картины из них и сказки из них и мультики и все их частично профинансировали из госбюджета если раньше счет шел на единицы один фильм год два ситуация кардинально изменилась прошлая осень это осень еженедельных премьер национальных фильмов и они появились в кинотеатрах появились и сразу же начали собирать полные салы кроме того что эти фильмы выходили в прокат они еще стали собирать деньги наконец-то зритель поверил что наше может быть интересно если я не ошибаюсь что-то там впервые собрали фильмы в прокате где-то под 100 миллионов гривен что в принципе это конечно еще не показатели голливудских блокбастеров но тем не менее сторожевая застава червоный сломяк голову правила боя диди контрабас киборги это именно те кассовые фильмы 17-го года а это режиссер пожалуй самого нашумевшего и знакового фильма Ахтем Ситаблаев и его история битвы за Донецкий аэропорт картина основана на реальных событиях на съемочной площадке рука об руку с режиссером работали настоящие киборги киборги за первый же уикенд собрали в прокате больше 8 миллионов гривен и установили новый рекорд кассовых сборов в Украине но к сожалению пока таки не стали самоокупаемыми теперь Ситаблаев работает над новым международным проектом фильмом Захар Беркут рассказывать такие истории и которые произошли несколько историй тому мне кажется мы можем лучше понимать себя сегодняшним Захара Беркута будут снимать в Карпатах и кстати и Карпаты и Украина в целом уже стали новой модной локацией для мировых кинематографистов у нас шикарные локации фантастические да 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 Жанр Вино сейчас в Карпатах снимается миллионные кассовые сборы это не то на что рассчитывает Александр Авшаров для него главное сама возможность снимать Авшаров режиссер документалист в прошлом году вышел его первый фильм продолжение войны в мирной жизни это история об Одессе о городе своим менталитетом и я как человек который тоже вывыкнул из такого города из подобного Севастополя мне была близка эта история на съемки потратили более полутора миллиона гривен и девять месяцев мы полностью получили 100% финансирование от государства конечно но теперь помощь из бюджета получат не только художественные и документальные фильмы в этом году на развитие украинского кинематографа заложили миллиард гривен для сравнения в прошлом году было в половину меньше но сейчас деньги поделили между госкино и Минкультом чтобы финансировать не только полнометражные фильмы но и сериалы мы доводили потребу значит близко 2 миллиардов гривен нам потребно было потому что минулого року был затвержден новый закон Украины про кино и соответственно до нового закона мы теперь можем финансировать не только стрички а и телесериалы также денег на съемки и фильмов и сериалов не хватит об этом говорят и в крупных продакшн-компаниях это сумма недостаточно для того чтобы украинское кино развивалось и многие статьи расходов которые были заложены в в законе о кинематографии о поддержке кинематографии многие статьи на сегодняшний день вообще никак не финансируются это и поддержка кинотеатральной сети и финансирование производства сериалов но финансирование это далеко не все проблемы украинского кинематографа нас не хватает кадров я думаю вы и сами обратили внимание когда вы включаете телевизор 10 или 12 лиц в 6 вечера я прокурор в 8 вечера я врач и в 10 вечера я маньяк это все оттуда же многие уехали работы не было этим никто не занимался но несмотря на все проблемы украинское кино стремительно развивается и да пускай это не Голливуд но украинская фабрика грез появиться может Любовь кукла Богдан Вербицкий Сергей Кирилль Оксана Алексеева и Степан Маслов подробности недели телеканал Интер на этом все спасибо что смотрели подробности недели и до встречи в следующую пятницу украинская фабрика Субтитры создавал DimaTorzok